Ну и готовы ли наши дома к отопительному сезону? Коммунальщики Брестской области заверили почти. Дома-то да, а вот мы, как всегда, к холодам не готовы. Хоть и лето затянулось, а все равно мало. Но специалистам отведен срок до 1 октября. После этой даты тепло Брещанам может понадобиться в любой момент. Ведь более серьезное понижение температуры неминуемо. В регионе поменяли теплотрассы, утеплили фасады и конструировали котельные. Подробнее Ирина Никитина. Везде была плесень, ни в углах, ни в углах. Очень, очень мерзли. Одеты были, ходили пухать. И такие истории есть в каждой семье. Несколько трехэтажек на окраине Бреста, где живут полторы сотни человек, в основном пожилые люди, построили в 80-х для работников местного колхоза. С тех пор капитального ремонта здесь не было. Между панелями развелась сырость, а талый снег с крыши стекал прямо на голову. От холода спасались много лет, но прошлой зимой чуть было не замерзли, остановилось отопление. А потому на мелкий ремонт размениваться не стали. К аварийному дому подошли капитально. Прошлись по трещинам, утеплили стены, пришлось даже уменьшить оконные проемы в подъездах. Очень много жалоб было со стороны жильцов на продувание, промокание стен. Также текла кровля, выполнили полную замену покрытия кровли. Также заменялись инженерные сети, это отопление, водоснабжение. К холодам ремонт завершат. Люди надеются, что за электроэнергию платить станут меньше. Раньше, говорят, часть пенсии вместе с теплым воздухом уходила в трубу. И так со всеми старыми многоэтажками. Там, где оборудование изрядно износилось, заменили на новое. Только в этом году утеплили 70 домов. Процесс подготовки к пуску тепла не одномоментный, а потому готовиться специалисты начинают еще с весны. Сейчас задача коммунальщиков проверить все датчики, вентили и трубы, откуда тепло поступает в дома. Сдают паспорта готовности, жилых помещений, промышленных зданий, котельных. Это гарантия, что нигде ничего не потечет и не порвется. Сейчас у нас только горячая вода на район поступает. Мы задали 53 градуса. Вот он сейчас будет поддерживать температуру. Пока в домах тепло, эта умная котельная спит, хоть и греет немало полмикрорайона. В сравнении со старой советской, говорят мастера, экономия колоссальная и денежная, и трудовая. Полностью автоматизировано. Мы только задаем температуру. Нижний, верхний предел. Все остальное она поддерживает. Нагоняет температуру и уходит в сон. В этот период времени получается экономия электроэнергии, газа. Время еще терпит, но в Брестской области к отопительному сезону подготовились основательно. Все теплоисточники могут включить хоть завтра. К слову, с весны только теплотрасс переложили больше 70 километров. Цифровнушительная, зато новые трубы позволят сэкономить тысячи. Новое современное оборудование, это более высокий КПД, это значит меньше затраты топлива. Значит, это какой-то процент или пол процента снижение себестоимости. Также новые тепловые сети, это снижение тепловых потерь, которые также закладываются в себестоимость. В первую очередь, отопительный сезон начнется в Беларуси в социальных объектах, детских садах, школах и больницах. Следом начнут поступать квартиры и жилые дома. Условный метеорологический стандарт для включения отопления 5 суток в регионе должно быть не выше плюс 8. Решают власти на местах по каждому району отдельно. Но на юге страны обычно подача тепла происходит до 10 октября. Ирина Никитина, Юрий Титов, Наши новости, Брестская область.